Ревматоидный артрит является серьезным заболеванием. Болезнь характеризуется воспалением суставов, в основном кистей, стоп, коленных и локтевых. Происходит это воспаление в связи с тем, что иммунная система начинает атаковать свой собственный организм и первыми на пути этих атак становятся именно периферические суставы. Суставы при этом воспаляются, болят, но самое страшное, что при ревматоидном артрите происходит их довольно быстрое и скорое разрушение, в связи с чем все деформации суставов происходят и человек становится за короткое время инвалидом. Помимо инвалидности, ревматоидный артрит сокращает продолжительность жизни и повышает риск сердечных заболеваний. Именно поэтому врачи рекомендуют обращать внимание на симптомы, чтобы начать лечение на первой стадии болезни. Первые признаки заболевания это боль в суставах, при этом боль довольно-таки специфичная, то есть это боль в покое, зачастую это боль в ночное время, ближе к утру, в утренние часы. Суставы также внешне претерпевают изменения, то есть они становятся отечными, они покраснели, они болят. С утра человек ощущает скованность в суставах. Следующие стадии характеризуются серьезными проблемами в суставах. Они подвергаются деформации, появляются подвывихи и эрозии. Принято считать, что ревматоидный артрит – заболевание пожилых людей. Однако оно регулярно встречается и у молодых. У нас есть конкретный пример, когда пациентка довольно-таки молодого, активного возраста, чуть за 40 лет, страдала именно такими симптомами. Поначалу она не обращала внимания на это, принимала какие-то обезболивающие препараты. Пациентка пришла уже практически на второй-третьей стадии этого заболевания к ревматологу. За короткое время, естественно, сустав в дальнейшем мог просто прийти в негодность. Как правило, склонность к болезни имеется и у ближайших родственников. В этом случае врачи рекомендуют ряд предостережений. Нужно в первую очередь стараться избегать переохлаждений, избегать контактов с инфекциями и стараться не пребывать в местах, особенно в климатических зонах, которые отличаются от привычных. Что, в принципе, может явиться стрессовым фактором для иммунной системы и ее активировать. В связи с чем может произойти дебют этого ревматического заболевания. Артем Дупичкин, Виолетта Басова, Универньюс.